Сейчас к нашему разговору подключаем Алексея Арестовича, советника президента. Алексей, доброе утро. Спасибо, что вы сейчас с нами на связи. Приветствую. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вопрос смешательства НАТО на повестке дня не стоит. И может НАТО подключиться только лишь, если в Украине будет задействовано химическое оружие со стороны Российской Федерации. Об этом сказал Джо Байден. Соответственно вопрос, а ракеты, которые летят на мирные города, блокада, гуманитарная катастрофа, уничтожение жителей Мариуполя, это как, нормально? Этого недостаточно? Так, значит, это крупный шаг вперед заявление Байдена, потому что еще два дня назад или две недели назад речь не шла о вмешательстве НАТО ни при каких обстоятельствах. Там же были оговорки, что даже если ядерно оружие по Украине применят, то они не вмешаются. Только будут экономически ломать. А тут такое мощное заявление. Замелькали еще, кроме этого, разговоры про миротворцев НАТО каких-то и так далее. НАТО неизбежно идет к тому, к чему оно должно было прийти с самого начала, если бы там были политики уровня Черчилля, Рейгана, Тетчелла и так далее. К сожалению, Запад прошел свою школу за это время политическую и свою историю. И эта история привела к власти политиков, которые не годятся подмерки самым и дедам. Мы имеем дело с тем, что мы имеем. И добрость истинная заключается в том, что работать с тем, что есть. Вот такие политики на Западе. Они медленно дрейфуют в нужную сторону. Президент обращался к Большой Семерке. НАТО обращался к парламентам и руководству стран отдельных на стороне основы. И четко называют наши потребности. Тут же специфическая ситуация. Само НАТО говорит, что фронт замер практически. Только в нескольких местах поступает. Там Мариуполь, зона операции обвиненных сил. Может быть какая-то такая легкая возня вокруг Киева. И мы могли бы перейти в контратаку. То есть мы могли бы гнать уже отсюда Россию. Но либо в НАТО кому-то не нужна быстрая победа в НАТО России. И они хотят ее еще помучать нашими руками. Либо они просто не способны принять решение. Либо то и другое. То есть постепенно. Очень осторожнее. Саммит НАТО, который был визит Байдена. Который возлагалась только надежд. Казались довольно, скажем так, очень деликатные. Я скажу, ничего сенсационного не принесли. Но вот это заявление уже шаг вперед. Мы не можем его не приветствовать. Это храброе заявление, связанное с тем, что если химическое оружие применят, то да. Хотя у меня такой, да. У меня тоже возникает вопрос лично. Такой же, как у вас. Ну хорошо, несколько тысяч убитых гражданских в Мариуполе обычным оружием. Это как-то сильно отличает ситуацию от того, если были убиты были химическими. Ровно к тому же вопросу возначают. Но в мире есть своя логика политическая. Она заключается в том, что конвенциональные войны как бы разрешены, как бы предполагаются. Агрессивные войны не предполагаются. А вот нарушение и применение оружия массового поражения, которым является химическое и биологическое, я думаю, это уже как бы суперкрасные черты. Это угроза миру во всех отношениях. Тут, конечно, надо вмешиваться. Ну, даже это уже сильная сторона. Еще пять дней назад в Польше не были уверены, что НАТО вступится за них, если Россия вносит туда попольше. Сейчас вроде как уже понимают, что вступится. Тут же мало кто. Нас считают, что пятая статья НАТО, распространенное мнение, особенно среди ярых поклонников НАТО, что это непременно немедленный военный ответ. Но если внимательно посмотреть, там написано, в течение скольких суток члены НАТО примут решение об ответе, о возможной помощи стране по отношению с агрессией. Это не обязательно. Они будут рассматривать каждая страна в отдельности, определять порядок помощи. Эта помощь не обязательно будет военной. И на все это очень-очень много дней. Поэтому вот иллюзия о том, что НАТО будет непременно воевать даже за саму НАТО, она до последнего момента вызывала у стран Балтии и Польши. Которок, вернее. Когда буквально несколько дней назад на польскую территорию залетел российский самолет, да, это было буквально там пару минут, грубо говоря, да, но тем не менее это было и никакой реакции не было. Да, это был истребитель. Вот, никакой реакции не было. Смотрите, у нас хорошо, у нас есть Польша, наш друг. Кстати, украинцы очень поддерживают Польшу сейчас и Польша-Украину. У нас даже резко поменялись отношения в лучшую сторону. У нас есть Венгрия также, тоже наш сосед. И спасибо Венграм за то, что принимают тоже наших жен и детей. Огромное им спасибо, обычным Венграм. Но там есть вопросы по Будапешту официальному. Насколько они серьезные? Вопросы серьезные, потому что официальный Будапешт проводит политику равноудаления, вот, Селя, скажем, к Вашингтону. Надо же понимать, что у них власти, что такое Йобик, правящая партия, это что-то типа нашей свободы. Вот, и там националистическая повестка такая, ну, понятно, что она припудрена демократией и тому и тому остальным, но повестка не допущения транзита оружия для Украины через Венгрию особую позицию в отношении Украины, венгерских большинства, которые подкачивают Россиями, в том числе. Более того, Польша же имеет натянутые отношения с Брюсселем, в том числе, находится, и так далее. И Венгрия предлагали, правящая партия предлагала Польша союз, где Брюссельский. А Польша отказалась. Она сказала, мы свои особые отношения сохраним, но по украинскому вопросу в радикаре с вами расходимся. По украинскому и по российскому. Так что, Венгрия, в определенном смысле в изоляции, но она остается и при нынешней Польшей партии, остается и членом НАТО, и членом ЕС, и это нам, конечно, еще будет. Я сейчас совсем страшно прошу, потому что мир рушится, и мы уже ко всему готовы или не готовы, не знаю. Россия ищет союзников, и сейчас проводят параллель с гитлеровской осью, Берлин-Рим-Токио. Может быть такое, что помимо Минска и Москвы, может быть условно какой-нибудь Будапешт, например? Если Будапешт будет против нас, да еще на поле боя от Будапешта за два дня ничего не осталось. Поэтому здесь Будапешту надо вести себя скромно. Они не будут портить нам кровь в стиле заключения союза с Россией, потому что НАТО и ЕС для них важнее, и точно не будут лезть вооруженным путем. Но просто происпользуя правовета, они очень много могут нам, они последовательно занимают позицию, которая вызывает определенные сомнения в их политической адекватности. В рамках тех наднациональных структур, которые они выбрали, в части которых ЕС и НАТО, и в рамках двусторонних отношений с Украиной. Потому что в ситуации, когда у нас умирают дети, ставить вопрос к какому-то особому бенгерскому пути, это, по-моему, чистый шантаж умирающих детей. Алексей, мы начали наш эфир с цитаты, которую недавно в британском интервью заявил военный эксперт, о том, что Украина может стать жертвой тактического оружия Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, такая угроза есть сейчас или нет? Потому что вот каждый день все-таки россияне да как-то прокидывают вот эту историю с ядерным оружием. Я знаю вашу позицию, что это, возможно, одна из угроз, чтобы не проводить мобилизацию по стране, но все же. Тут речь идет о интервью Сейна Байдена, который говорил о том, что Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Польше. Да, где там пугалка, где реальность? Хорошо сидеть в Лондоне и рисовать удары ядерным оружием пока тактически. Но тут вопрос вот в чем, что Путин не объявил мобилизацию в силу. А что он ее не объявил? Потому что он боится, что повторение сценария 1917 года, когда мобилизованность батюшку царя не хотела просто погибать. И обратили оружие против правящего режима. Мобилизация дважды отменена в России, массовая. Первый раз 4 марта, когда ждали это от Совета Федерации, второй раз там чуть позже, когда Путин заявил это виртуальным ссордесом, что не, не, не будет, есть никакой мобилизации не будет. И потом еще повторяли несколько. Так вот, если люди боятся объявить мобилизацию, они не побоятся применять оружие, как ядерное оружие. Что же мобилизация боятся по поводу непредсказуемого внутреннего напряжения. А когда российский народ поймет, что по ним в ответ могут ударить ядерным оружием, он как, внутреннее напряжение не усилится? Нет, логика понятна, Алексей. Просто тут нужно понимать, что Байден для украинцев стал, как и вы, таким определенным хэштегом. И когда все эти карты и прогнозы, и обращения Байдена были перед войной о войне, сейчас украинцы воспринимаются по-другому. И поэтому это интервью СНН тоже украинцами, опять-таки, я повторюсь, о восприятии сугубо, воспринимаются совершенно иначе. Президент США не может не быть маркером, правильно, слишком, вне зависимости даже от фамилии, это слишком сложность, слишком весомая для миропорядка, чтобы не прислушиваться к его словам. Безусловно, украинцы прислушаются, и я прислушаю. Но у меня есть свое мнение, я его высказывал и до войны, и за много лет перед войной, и сейчас говорил, что я не вижу перспективы применения оружия. Бесконечное пугание я вижу. Но так тут же надо понимать, что на элементы российского информационного воздействия есть элементы американского информационного воздействия, и в нем в том числе. Ясно. Давайте об Украине поговорим сейчас. Славутич, это очень большая и больная сейчас горячая точка, это недалеко от Выжгородского направления в Киев, город уже больше недели в окружении сейчас, и город на самом деле, это город ядерщиков. Какая ситуация там сейчас, можете описать? Там была попытка захвата города, и терроборона отбила ее, вот, там приехала небольшая колонна, и там ультиматум, терроборон отбила, потом по городу ввели отгоня сцеление, и от ССО, но возникает вопрос, кто будет обслуживать атомную станцию, и кавалерия будет так лихо ходить в атаке. Есть мнение просто, что несмотря на то, что русские могут уходить от больших узлов транспортных и коммуникационных, и больших городов, потому что это ловушка для них, да, Чернобыль и Энергодара не оставят точно, и Славутич, это как раз город, который обеспечивает Чернобыль, вы что думаете по этому поводу? Это как? Вы только оставили, вы оставили точно. Будет, да, будет до последнего там держаться. Вот только что у нас было перед вами включение эксперта политического. На прокорм нашим партизанам, да, которые дождутся зеленой, зеленых, расцвета зеленой листвы, и прикончат их там все по кусочку съедят, и все. Алексей, да. Тем более в зоне Чернобыля, и тем более в районе Славытича. Ну, такая игрушка в руках, да, которую можно пугать, вот как сейчас, собственно, и пугает Путин тактическими ударами по Польше, собственно. Даже, между прочим, элемент ядерного санкажа. Алексей, вы упомянули как раз о зеленке, так называемый, да, о том, что будет сложнее российским войскам находиться на месте, потому что будут работать наши партизаны. Но, тем не менее, вот некоторые военные эксперты говорят о том, что российские военные силы могут растянуться вдоль фронта, и уже так легко байрактарами, дживелинами мы не сможем подбивать их колонны, как это было сделано под броварами, когда они выстраивались в одну линию и шли в сторону Киева, и просто мы их разбивали, как в какой-то компьютерной игре. И скажите, пожалуйста, есть ли такая угроза, вот именно окопной войны, растянутой вдоль фронта, на которую у нас просто может не хватать человеческой ресурсы? Война никогда не бывает компьютерной игрой, даже если кажется компьютерной игрой. Это всегда очень тяжелая работа. Если кому-то удалось поразить красиво, как компьютерной игре, это потому что она так только выглядит потом, а за этим стоит огромный труд. Могу вам привести свой опыт боевой. Я в 2018 году на Светлодарской дуге для того, чтобы пройти 35 метров, двое суток готовил этот проход с учетом положения Солнца, превышения данных антиартиллерийских радаров и так далее. Это очень сложная вещь. Иногда для того, чтобы, я же говорю, пройти 30 метров нужно двое суток готовить. Мы просто этого не видим. Потом это кажется, ах прилетел в Барактар и ударил. А то, как вспотели пилоты Барактара и какая машина работала перед этим. Но это комплимент нашим военным в первую очередь, да, я понимаю. Вот, война не бывает легкой, никогда не наступает. Между прочим, с активно движущимися войсками противника и наступающими бороться сложнее, чем стационарными. Во-вторых, да, они могут закопаться. Но здесь же проблема не в войсках, которые на фронте. Проблема в снабжении. Они находятся в идеальных ситуациях. На десятки километров от баз снабжения. Вот как, например, севернее Киев, с севера, сападнее, то в сторону Беларуси. А не в идеальных ситуациях сотни километров снабжения. У враждебной территории, где все ненавидят. Какова перспектива, как вы думаете? Ведь 30 танков на наступающих или стоящих в обороне, это огромная сила. Но 30 танков без топлива, это 30 кусков железа, с которыми нечего делать. Речь идет не о том, что мы будем героически их выбивать, хотя мы будем их выбивать, подрезать и так далее, как сейчас это делаем в районе Киева. Речь идет о том, что вопрос снабжения. Тыл был традиционно слабым местом Красной Армии. Мы его сейчас и так покоцали. Только за позавчерашний день официально с видеодоказательствами три тыловые колонны уничтожены. А теперь представьте, это то, что успели снять далеко. Не всегда удается с нами. Так вот, представьте себе, что будет, когда пойдет зеленка и пойдут колонны через десятки и сотни километров, где их ненавидит население, делать все, чтобы они не нашли. Вот и все. Алексей, Виктория Нуланд рассматривает новые системы вооружения, которые можно предоставить Украине. Детали не раскрывают, чтобы не повредить безопасности. Скажите, пожалуйста, а может быть это вооружение уже наступательным, то есть для контрнаступления, для того, чтобы мы освобождали территории? Ведь вы не единожды говорили о том, что как раз этого вооружения нам и не хватает для того, чтобы освобождать те города, которые уже заняты. Вот именно это и просил президент. Вчера обращает Джейсон. А вот дадут ли это? Большой вопрос. Потому что у меня острое ощущение, что наши доблестные союзники готовились к тому, что нас захватят за два суток. И комплекс вооружений готовят для партизанской войны, как маджихедов в Афганистане в свое время. Когда выяснилось, что мы сохранили полностью государственную военную структуру, военную как армию и государство, но они не оказались не готовы к такой быстрой переставиции. Поскольку они дрейфуют в сторону адекватности больше, то, возможно, и дадут чуть попозже, посмотрим. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Арестович, советник Офиса президента Украины. Продолжение следует...